Дед Мороз В подарок Семен получил рюкзак и футбольные кроссовки. Этот набор вместе с фотографией и автографом подготовил для него депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. У ребенка была мечта, соответственно, написали Деду Морозу, передали, конверт Дед Мороз забрал, соответственно, ждали подарка. Акция по исполнению детской мечты проходит в Ленинском районе не первый год. Принять в ней участие может любой желающий. Для этого надо просто снять с елки письмо Деду Морозу и приобрести то, о чем просит ребенок. Традиционно Вячеслав Александрович Фетисов участвует в мероприятии. В прошлом году мы вручали в торговом центре Вегаса. Дед Морозу пишут детишке свои пожелания и мы пытаемся воплотить это в жизнь. По второму адресу появление Деда Мороза, похоже, стало сюрпризом. Кукольный набор приготовил для маленькой Алисы глава муниципалитета. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Вас поздравляет администрация Ленинского муниципального района. Лично сам глава района Валерий Николаевич Ленцин. Здесь Дедушка Мороз долго томить ребенка не стал. После коротких стихов и песен главный момент – вручение подарка. Внимание! Вручается самый лучший в мире приз! Это вам! Дамы, молодой ребенок! Ура! Ура! Все получилось! Мама, смотрите! Судя по всему, мама Алисы обрадовалась приходу сказочного волшебника не меньше дочери. Письмо написали, отвезли. Вот, и вот он приехал, Дед Мороз. В нашем случае Дед Мороз только символ добра, который любой из нас может подарить ребенку нуждающимся в этом. Не все дети, к сожалению, смогут присутствовать на разных мероприятиях. И каждый ребенок, он ждет своего Дедушку Мороза. И, конечно, Дед Мороз приходит в гости. Желания обязательно сбудутся. Обязательно, вы знаете, нужно верить. Верит в Дедушку Мороза. Он есть, он существует, вот он я. Благодаря акции «Исполни видную мечту» более ста детей с ограниченными возможностями здоровья получили новогодние подарки. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.